Приветствую вас! И вначале, наверное, давайте мы с вами ответим на вопросы, которые вы задаете. А потом я, наверное, пройдусь по вашему тексту и попробую ответить те моменты, которые, на мой взгляд, являются важными при понимании ваших проблем. Значит, первый вопрос. Может ли препарат просто не пройти? Да, может. Как вам уже сказали, препараты бывают разные, реакции организма на них и непереносимость их тоже бывают разные, поэтому он вполне может быть сформально подходит. Стоит ли подбирать другой? Ну, здесь, опять-таки, при вашем диагнозе, как вам уже сказали, анодепрессанты пить не имеет смысла, потому что у вас посттравматическое расстройство стрессовое, а не депрессия. И, соответственно, антидепрессанты вам не нужны. Далее. Значит, стоит ли подбирать другие антидепрессанты? Нет. Или я что-то упустил из виду решение проблемы не в них? Да. Решение проблемы, безусловно, не в них. Ни одно решение проблемы не укладывается в лекарственные средства. Лекарственные средства помогают только облегчить человеку путь к выздоровлению, к лучшему пониманию себя, к решению проблемы. Но решение проблемы не в одни депрессанты. То есть, при порядке вообще нужно бить, значит, вот знаете как? Вот вам, блядь, прокомендовал что-то, вы попробовали, вам не понравилось. И если вы чувствуете, что вам плохо, если вы чувствуете, что вам идет вред, то, естественно, этого делать не ноль. Это обмазанность. Потому что, еще раз повторю, препаратами легко навредить. Значит, что я вам хочу сказать по поводу текста, по поводу самого текста. Значит, вы, все началось с того, что год назад, вы устроили себе сложный период в жизни. Большие перегрузки в спорте, занималась им по многу, перебольшие во нагрузках, недостаток сна и работа без выходных. Значит, вот это то, с чего все началось. Значит, первый и важный момент. Для чего вы устроили себе сложный период в жизни? Смотрите, у этого жизненного периода есть одна черта, которая мне кажется очень важной. Эта черта встречается в том, что вы старались, вы старались, вы хотели от чего-то себя отвлечь. когда вы занимаетесь чем-то на протяжении большого, на протяжении продолжительного количества времени и совершенно не оставляете в себе свободного времени, когда человек полностью посвящает себя определенному роду занятия, определенному роду деятельности, при этом целиком и полностью как бы лишает себя, ну, скажем так, лишает себя чего-то хорошего, да, чего-то такого важного, чего-то такого личного, правильного и так далее, когда человек ведет себя так, это означает, что он от чего-то бежит. И вы здесь говорили, говорите про женское счастье, вы здесь говорите про то, что вы действительно убегали от него, но тем не менее, что заставило вас так, собственно говоря, себя вести? Что заставило вас начать работать на износ? Может быть, вы себя за что-то наказывали? Такое бывает, как не парадоксально может быть это звучит, но такое вполне может быть, вы вполне можете за что-то себя наказывать. Тогда и все. И вот с этим моментом, а это момент очень важный, нужно работать отдельно. То есть, вам нужно для себя определить, какие условия сподвигли вас на то, чтобы работать на износ. Ведь у этого же есть какие-то причины. у этого же есть определенные мотивы. Вот 100 на 100. Далее, вы пишите, что из-за своей упрямости сдаваться вы не хотели. Смотрите, что мы видим здесь. Когда человек из-за своей упрямости не хочет сдаваться, как вы говорите, это означает, что значение того, значит, значение того, ради чего человек делает какие-то вещи, да, значит, значение этого очень большое, очень большое через чур, даже я бы сказал, большое. То есть, спорт для вас имеет личностное значение, имеет личностный смысл, и личностный смысл на тот момент доминирующий. То есть, мотив, мотив, вообще мотивов у человека много, но именно этот мотив, заниматься спортом, мотив перекрызая себя, и вторичный мотив не оставляя себе времени, стал для вас определяющим. По сути, у вас моно-мотив появился, а это уже, ну, недалеко от маниакального синдрома. То есть, маньяки это люди, у которых один мотив. Вот, у вас именно это проявилось. Вы, безусловно, не маньяк, потому что у маньяков это именно физическое, то есть, психическое, прошу прощения, психическое расстройство. У вас же имелись для этого обстоятельства. У вас имелись для этого обстоятельства, вы достаточно адекватный человек, чтобы понимать, что, ну, сейчас, понимать, что вы поступали неправильно. Тем не менее, нет однозначного понимания того, насколько вы это осознали. Нет однозначного понимания того, поняли ли вы, что вами двигало тогда. То есть, значит, второй вопрос, это вопрос про упрямость. Почему вы-то не хотели давать, что для вас началось сходить. И вообще, вот как вы дальше пишите, что вы стараетесь исправлять свои моменты, вы отношения с мамой проработали, и вообще многие вещи вы поняли. Вы младе? Давайте подумаем, что осталось за кадром. Я вот прочитал у вас, что появился страх смерти, страх того, что что-то случится с вашими родными и близкими. Кстати говоря, тоже это момент, который очень важен, учел ли у вас этот страх или нет. То есть, проработали вы его или нет, этот самый страх. И что за ним стоит. Вообще со страхами рекомендуется работать психоанализ. То есть, вам рекомендуют терапию, например, консигнитивную, гуманистическую, экзистенциальную, но не менее эффективно работает со страхом психоанализ, потому что, как правило, страхи это когда-то грязитый момент, довольно-таки негативный, довольно острый, серьезный, но невыраженный. И все равно надо пережить заново, чтобы понять, что за ним стоит, почему все-таки его боитесь. Ну и экзистенциальная гуманистическая терапия, конечно, тоже будет полезна. То есть, каково на сегодняшний день у вас улучшение страха, улучшение ситуации со страхом, есть они у вас или все еще беспокоят. То есть, плохое настроение это не страхи, нужно понимать. Да, плохое настроение это все-то другое. В принципе, в принципе, все вы сделали правильно, стали за собой следить, наладили свои отношения, все это хорошо. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы спорт, свой спорт так по-прежнему и не реализовали больше нигде. то есть, вот то значение для вас спорта, которое было, вы никак не реализовали. То есть, вы ушли из спорта, вы ушли из команды, но вы не нашли чем себя занять. вы не нашли чем реализовать себя именно в контексте спорта. И тогда, как мне кажется, самый основной и травмирующий вас момент заключается в том, что когда вы ушли из команды, значит, вас это морально надорвало. Почему вас морально надорвало это? Что вы вкладывали в спорт такого, что без него сейчас даже по прошествии года вы без него продолжаете плакать и вам плохо когда вы вспоминаете о нем? Что для вас спорт? Какое значение он для вас имеет? Ну и естественно это может быть значение повышения собственного значения в своем контексте. то есть через спорт вы показывали доказывали себе и другим что вы там достойны что вы значит значимы что вы ничем не ходят других ну и так далее. И через спорт вы это реализовывали. А теперь получается когда спорта у вас больше нет реализовать вы себя ни в чем не можете. И плохое настроение у вас связано с тем по моему мнению страх это все на мой взгляд следствие. Плохое настроение у вас связано с тем что вы не нашли замену спорта. Или вы не осознаете не осознавали тогда и не осознаете сейчас что доставило вас так себя вести именно в контексте спорта. не просто же так вы переборщились в нагрузке. И вы не осознаете значение значение которое для вас имеет спорт. И вот эти моменты значение для вас спорта, значение для вас перегрузок и обстоятельства того почему у вас получилась такая ситуация что вы стали действовать на износ стали по сути дела рабом деятельности рабом спорта рабом нагрузки от чего вы мешали вот эти моменты я не знаю прорабатывали вы их или нет нужно с вами разбираться и вы написали что до приема у психотерапевта осталось 4 дня то есть вы будете в психотерапевте на работу надо сказать что обращаться к другим психологам ну в период прохождения терапии у другого специалиста не самый лучший вариант потому что взглядов подходов у каждого психолога очень много и вы рискуете так еще больше потеряться поэтому я рекомендую вам вот на это обратить пристальное пристальное внимание вы благодаря тому что после своей болезни после операции начали осознавать многие вещи для себя вы поправили много в своей жизни и в этом вы молодец но вы не исправили главное вы во первых ничего не сказали про свою личную жизнь вы ничего про нее не написали как она складывалась были у вас неудачи или как вы профессионируете свою личную жизнь что она для вас значит и так далее и посттравматическое расстройство которое вам диагностировали вполне может быть вызвано тем что спорт для вас служил формой сублимации ну если у вас была неудача не сложившаяся личная жизнь допустим спорт был сублимацией сублимацией вас лишили и теперь у вас из-за этого травма то есть травма это сильнейшее негативное переживание и вот вы когда допустим у вас что-то не получилось с молодым человеком вы это очень сильно переживали но вы смогли перенаправить свою энергию в спорт и в этом вы молодец но потом вас и спорта лишили и это вас надорвало знаете спорт это очень такая отдельная сфера недавно есть спортивные психологи спортивная психология такое целое отдельное направление но я думаю что в вашем случае спорт был всего лишь средством потому что если бы вы хотели заниматься спортом действительно профессионально или как-то чего-то достичь в спорте то вы бы соблюдали правила ну правила и занятия и а вы этого не делали и именно потому что вы этого не делали складывается ощущение что значит он вам был для чего-то нуден он вам был для чего-то нуден и вот то для чего он вам нуден был и является по сути травмирующим элементом и является по сути тем обстоятельством которое генерирует у вас на данный момент плохое настроение все время плохое состояние то есть осталось нереализован может быть вы в силу своего характера и в силу склада ума как-то вытеснили это может быть вы даже все все что вы сделали сейчас это все вы сделали опять же как сублимация то есть энергия осталась нереализованной там и вы просто перенаправили ее опять на другой русл по сути дела выправляю как вы говорите все сферы своей жизни но самое главное так и осталось нетронутым еще раз повторю не знаю работали ли вы со своим психотерапевтом на эту тему или нет вообще у меня есть такое ощущение что у вас с вашим психотерапевтом есть определенное недопонимание между друг другом то есть вы говорите что вам плохо от препаратов он вас слушает говорит ничего страшного продолжает их принимать при том что у вас нет депрессии а человек назначает вам антидепрессанта совершенно как вот здесь непонятны его мотивы и непонятны какие-то направления вашей работы понятно что вас беспокоит но полагаю что основной массив которую вы написали этот массив служит по работе а вот я стараюсь обратить ваше внимание именно на ту основную проблему которая у вас есть вот ну и наконец последнее последнее это то что вы спрашиваете опасны ли антидепрессанты опасны потому что как и любые психотропные средства они искажают восприятие опасны потому что они изменяют сознание есть такой термин измененное состояние психики так вот измененное состояние психики измененное состояние сознания это именно то что делает антидепрессия и понимаете у вас то что равнодушие что это по сути безразличие а это плохо и депрессии у вас нет непонятно вы сказали что у вас посттравматическое стрессовое расстройство но это не депрессия все депрессия она на то и называется депрессия что как бы у нее другие совсем симптомы то есть симптомы там могут быть и похожими но причины причины совсем другие я не буду говорить какие а то вы может быть перенесете на себя это но важно сказать важно сказать то что у вас не депрессия а антидепрессант как вы видите из названия призваны помогать человеку именно от депрессии и тогда что можно сказать в итоге в итоге можно сказать что вам необходимо пересмотреть свои отношения с психотерапевтом может быть все кто мог психотерапевт для вас сделал и теперь уже нужно обращаться к другому значит это первое второе подумать над теми моментами которые я сказал в контексте спорта это очень важный момент и единственное о чем вы не рассказали то есть единственное о чем вы умолчали и именно это является самым важным далее отдельный аспект личной жизни проблемы с вашей мамой не могли не сказаться на модели вашего женского поведения а значит на и взаимоотношениях с мужчинами тоже потому что когда у женщины есть проблемы с первичным образом женского поведения у нее почти всегда есть отношения с есть проблемы в отношениях с молодыми людьми поэтому то что вы с твоей мамой отношения наладили и теперь общаетесь хорошо это прекрасно и великолепно но личная жизнь и модель женского поведения а также критерии для вас мужчин и как вы позиционируете себя в отношениях с мужчинами и какой мужчина вам нужен для чего как вы его видите воспринимаете что готовы ему дать вот это все тоже нужно разбирать что-то мне подсказывает что проблема кроется именно здесь и спорт даже если он является для вас не сублимацией а чем-то первичным и важным все равно занимает излишне большое по своему значению положение и это ненормально это вам вредит и это чем-то обусловлено вот чем обусловлено нужно с вами разбирать я полагаю что плохое настроение у вас из-за этого на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались пишите в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим ну а если вы напишите дополнение если вы напишите дополнение еще я вам видел что вы написали несколько дополнений если вы напишите дополнение то пожалуйста дайте мне знать об этом также в личку и я прочитаю дополнение и вам на него отвечу всего доброго вам удачи и желаю принять верное решение относительно своей дальнейшей жизни вы молодец вы хорошую линию поведения заняты но было конечно что есть вещи которых вы скорее всего неосознанно избегаете и вот то чего вы избегаете то что вам неприятно то что вызывает самые негативные эмоции и является причиной всего того что с вами сейчас происходит до свидания